Здравствуйте! В эфире программа «Свои люди» и я ее автор и ведущий Антон Веселов. Это серия бесед с теми, кто разделяет общие интересы. Мир большой, нам нужно держаться ближе друг к другу. Сегодня у нас в гостях Константин Телегин, актер, помощник художественного руководителя театра «Красный факел». Я бы добавил еще наш любимый артист и человек, который, наверное, вызывает максимальные эмоции в самых разных направлениях, в самых разных спектаклях, в самых разных реалиях жизни. И вот эта реалия помощника художественного руководителя новая, но не последняя новая, мы еще об остальных поговорим. Предлагаю с этого и начать. Это новация. Ну да, да, у нас вообще много новаций в «Красном факеле» в последнее время. И вот появился новый художественный руководитель. Новый директор, новый главный режиссер. Там довольно много изменений происходит. И режиссер, который, в общем, давно известен в Новосибирске, Андрей Михайлович Прикотенко, который руководил Старым домом. Вот теперь он художественный руководитель «Красного факела». Мой старый знакомый, мы с ним много работали. И в Старом доме делали спектакль, и в «Красном факеле». Проверенные друг другом. Да, да. Поэтому он попросил меня исполнять обязанности его помощника. А эта идея когда у него родилась, он мне рассказывал? До того, как, в общем, он сделал это предложение. Ну, в общем, изначально вот его поставили режиссером. Я думаю, потом. Я думаю, что у него как бы возникла такая необходимость, поскольку он режиссер известный, очень много ездит, живет в Петербурге. И, в общем, ему нужен какой-то помощник такой на месте, который... На месте. Слушайте, да. Скромно просто, да. Царь. Да, да. В общем, у меня какие-то такие незначительные поручения его. Ничего не значащие. Ну, в общем, я так преувеличиваю. Выполняю. Ну, в общем, стараюсь быть полезным театру и ему художественному руководитель. Это движение в сторону руководства, опять же. Ведь следующая специальность, которая скоро будет блистать, это режиссер. Да, ну, надеюсь, я не знаю. Я учусь, я еще недавно учусь, учусь в Москве, в Щуке, на заочном. Это показатель силы, когда человек продолжает учиться. Да, пожалуй, не знаю. Но мне, по крайней мере, это очень интересно. Очень интересно погружаться в столичную жизнь на целый месяц. Там 30 таких же юных, здоровяков, режиссеров амбициозных, которые, в общем, заражают. Ну, и кроме того, надо смотреть, конечно, надо видеть, что происходит. То театру нужно смотреть не на видео, а воочию. Поэтому, что я успел посмотреть Богомолова, там увидел, познакомился с театром Погребничка, я посмотрел. Бутусова посмотрел. Ну, в общем, как-то не отстаню старой. Главное, экстремумы посетил. Да. Театральной жизни столичной. Все, что еще можно посмотреть, все, что еще живо в Москве, я посмотрел. Режиссерство – это необходимая зона развития популярного актера. Ну, казалось бы, что еще-то ему нужно. Ну, я, конечно, понимаю, что я все равно в своем менталитете, я всегда останусь актером. И все, что я делаю вокруг этой профессии, все направлено именно на эту профессию. И мое преподавание в театральном институте, и изучение режиссерской профессии, и даже кино, когда возникали какие-то предложения. Все это мне шло на пользу как актеру. Я это понимал, и, в общем, все в актерскую копилку складывал. Про актерскую копилку я часто об этом слышал. Мне кажется, это обычное для человека, не имеющего отношения к театру, для обывателя мнение, что нужно набраться опыта, подсмотреть какие-то там интересные образы, и потом их, значит, демонстрировать на подмостках. Но если мы перечислим наших любимых артистов, новосибирских, ну или, не знаю, российских, мировых, это никак не связано ни с личным опытом, кажется, ни даже с возрастом. Вот появился Константин Телегин у нас 20 лет назад, и как-то все сразу поменялось. Все поняли, кто тут вообще, кто тут звезда. Лестно, конечно, слышать такие. Но все, нет, я не соглашусь, я думаю, что все-таки для актера очень важно. Важна его личная жизнь, его опыт, его багаж, литературный багаж, его какой-то нравственный какой-то. В общем, это очень важно для актера, потому что актер, он, видите ли, у него инструмент его основной, это он сам, его душа, его мысли, его тело. Играю на себе. Да, да, сам собой, да. Вот, поэтому для актера это очень важно, менее важно для режиссера, для какой-то другой профессии. У художника есть кисти в руках, а вот у артиста есть только его, ну, в общем, он сам, да. Ну, а язык, он же все-таки меняется. Как-то так получилось, что, мне кажется, много классических произведений, я все время путаюсь на «ты», на «вы», в общем, у нас с Константином Телегиным. И начало, насколько я помню, Платонов, вот сейчас самая последняя на сегодня роль в трилогии. Да, да, да. И во всех, в общем-то, сериях этой трилогии Суховы Кобылина это очень важные роли. И язык, ну, вот он на площадке «Красного факела» кажется совершенно естественным и современным. Хотя ведь этим произведением как минимум сто лет, а некоторым и больше. Да, что-то еще. Язык все-таки меняется, нужно ли артисту, ну, как-то переиначивать его, переводить? Ну, да, конечно, конечно, не меняется тема, в общем, не меняются какие-то основные проблемы, 150 лет, 150 лет, в общем, в России такие масштабы, ничего не меняется, по сути. Но меняется, конечно, человек, меняется, поэтому нужны какие-то, в общем, должен понимать и актер, и режиссер, и актер вслед за режиссером, должны понимать современные реалии, современного человека, чтобы говорить с ним на одном языке. В общем, Егорову, Митя Егорову, режиссера этой трилогии. Теперь его же подписывают. Дмитрий. Подрослел за эти годы. Да, я тоже путаю с ним. То на ты, то на вы. Ну, раньше он так и записывался, как Митя. Митя, да. Он как раз умеет найти какие-то вот эти вот... Ну, это главное. Я, поскольку становлюсь тоже режиссером, понимаю, что это одно из главных условий, одно из необходимых вещей для режиссера – понимать сегодняшнего зрителя, понимать сегодняшний день, на каком языке разговаривать. На тему, на ту или другую тему. Классика потому и классика, потому что она всегда современна. Насколько это зависит от географии? Все-таки и Митя, и Егоров, и многие другие режиссеры, они приезжие и наверняка не готовы сказать о том, что будет интересно и, ну, не знаю. Вытащит эмоции из нашего новосибирского зрителя. Это часть профессии режиссера вообще. Предсказать, управлять. Понять, конечно, да. Это учат на первом курсе. Это я уже давно прошел. Ты должен четко понимать, почему ты взял именно этот материал, почему именно сегодня и почему именно в этой труппе, именно для этой аудитории. Мне кажется, но Митя-то и Егоров много ездят, он знает хорошо и провинцию знает. Он в провинции ставит больше, и он где только не ставит. По всей Сибири, на Камчатке, не только и на юге там. В общем, поэтому у него, мне кажется, не возникает таких. Он, в общем, довольно хорошо понимает жизнь не только Петербурга своего родного, но и то, что происходит. Да и темы, конечно, тоже, они универсальны. Он такой социально направленный, он такой... На острие. Да, на острие. В общем, ему такой театр интересен. А он всегда актуален и всегда востребован. В общем, какие проблемы тоже не уходят. Это проблемы, связанные с чиновниками, с силовиками какие-то. Ну, не проблемы, а проблемы у людей, возникающие при встрече с чиновниками, допустим, в кабинетах или где-то еще. В общем, они тоже за 150 лет не сильно изменились. Мне кажется, это такие универсальные испытания для артиста, в том числе. И социальный материал, который трогает каждого так, как будто это про него идет речь. Даже если это происходит в большом зале. По-настоящему в большом зале «Красного факела». И другое испытание, когда ты оказываешься физически в непосредственной близости от своего зрителя. Например, в театральном кафе. Просто некуда от него деться. Практически с тобой за одним столом сидит. И это разные испытания, мне кажется. Конечно, да. И не менее серьезные испытания. И даже более сложные испытания для актера. Вот это испытание на правду. То есть тут такой эффект. Ну, тут даже можно сказать, что это как бы разные техники актерские. В общем, как бы... Как, допустим, актер должен по-разному существовать в кино и в театре. Тут, да. То есть степень приближения очень, ну, другая. Тут вот как бы очень близко. Для меня это всегда было очень интересно. Для меня вот такие формы, конечно, более интересные. Для актера вот такие задачи решить, убедить, создать эту иллюзию, этой правды, этого театра, этой жизни. Гораздо сложнее. Вот на таком расстоянии. Поэтому я думаю, что это гораздо сложнее даже задача. Это же надо химией управлять. Как говорят про, я не хочу сравнивать с собакой зрителей, но тем не менее, собаки же чувствуют вот внутри. Какие у тебя там чувства внутри бродят. Боишься ты их или не боишься? Да. Но актер профессионально должен уметь, конечно. И вот на таком расстоянии воздействовать на зрителя вот этими эманациями или этими вибрациями. И на огромном расстоянии. Ну, то есть, да, 25-го ряда тоже надо уметь докричаться. Конечно, потому что, да, потому что это тоже какая-то одна из граней актерского мастерства. Нужно уметь быть заразительным, ну, то есть, и на таком расстоянии. Мне кажется, очень повезло артистам «Красного факела», потому что это не просто один из старейших театров, но это такой основополагающий новосибирский театр. Хотя он был странствующим, но вот уже сколько, сто лет он здесь, на нашей почве. И зрительская аудитория, она очень четко воспитана на этом театре. Мы сюда ходили на детские спектакли, потом мы ходили на какие-то подростковые. Вот теперь мы ищем смысл жизни. Все с теми же, возможно, артистами, но только немножко обновляем труппу. И я чувствую, как вот я, как зритель, что эти люди, которые ведут меня к смыслам, они не сильно обновляются, в общем-то. Это актеры «Красного факела», которых я знаю с детства многие. Да, есть. Театральная семья. Да, ну да, есть театральная семья. Но надо сказать, что все равно, конечно, несмотря на столетнюю историю, были какие-то разные периоды. Разные периоды. И связаны они, конечно, с приходом нового художественного руководителя, как правило. Вот был театр под руководством Тимофея Кулябина, талантливейший режиссер, который делал такой театр, который видел вот так вот развитие «Красного факела». Сейчас появился Андрей Прикотенко. С ним тоже связано много интересных планов, надежд. Он очень авторитетен в труппе. И я думаю, что его какие-то творческие взыскания поддержат и примут, и помогут ему. Потому что все равно театр – это творческий коллектив, который идет за своим творческим лидером. Куда он его ведет? Без этого никак. И я думаю, что Андрей предложит театру «Красный факел» какую-то новую ступень, новый этап в его жизни. Так уже, наверное, предложил. Я как раз хотел спросить про этот стык. Для меня вот эта трилогия, которая завершилась смертью Тарелкина «Дело» и «Свадьба Кричинского», это очень важная трилогия вообще для современного человека, но и для «Красного факела». И, в общем, Андрею Прикотенко, который пришел как раз на сдачу фактически в последней части этой трилогии, очень важно состыковаться и что-то предложить в развитии. Да, он предложил, предложил тоже русскую классику. Он будет делать «Мертвые души». Немного, немало. Да, открывать сезон, название. После «Шекспира» это нормально. Амбициозно, да. И он уже работает над этой постановкой. И в конце сентября, то есть мы выйдем пораньше, мы уже в начале августа начнем работать, и в конце сентября, в общем, я всех приглашаю посмотреть. Распределение прошло уже? Нет, распределение не прошло еще, но… Мы-то знаем, кто будет кто. Нет, я не знаю. Может, расскажете. Потом я думаю, что Андрей Михайлович такой режиссер, может быть, и не будет там традиционных, понимаете, распределений или сюжетной какой-то традиционной линии. В общем, он всегда старается что-то новое найти. Ну, потому что «Мертвый душ» ведь все знают, что-то ему хочется как-то высказаться, как-то по-своему на эту тему. В общем, надо будет смотреть, приходить. Театр – такая вещь, которую надо щупать, надо трогать, надо смотреть. Так не переспускать. Не расскажешь, да. Это такая вещь тактильная. Поэтому приходите, смотрите. Как режиссера, хочу спросить в пяти минутах от мировой славы режиссерской. Мне кажется, режиссеру, будущему режиссеру особенно, который сейчас ощущает себя артистом, актером, очень важно, чтобы его идеи не были реализованы до того, как он сам заступит на этот пост. И, может быть, даже какие-то названия не хотелось бы, чтобы их ставили в твоем театре, потому что ты готовишься к этим названиям. И вот ты придешь и покажешь, в общем, как это все должно быть. И уже даже примерно представляешь распределение ролей, кто будет главными звездами. Не знаю еще. Трупы очень сильные, очень хорошие. Все могут. Да, они все могут. У меня, в общем, хорошие отношения, ну, с большей частью. Я имею в виду, что я испытываю и чувствую доверие актеров к себе, как режиссеру. Тяжело, конечно, всегда. Это, в общем, в своем отечестве трудно. Пророку существует. Но, тем не менее, я вижу. Потом очень много молодежи. Сейчас объявлен набор, кстати. Вот 16, 17, 18 июня будут проходить кастинги, где художественное руководство будет пополнять труппу. И планируется взять довольно 4-5-6 человек молодежи. Уже очень много заявок. Уже больше 200. 4-5 человек – это очень большой, я бы сказал, процент. Да. Так вот, уже я сейчас, как помощник художественного руководства, отсматриваю... И мастер курса. Да. Но это не связано. Это разные вещи. Потому что придут уже актеры. Вот сейчас уже больше 150, около 200 заявок. Представляете, какой конкурс. Со всей страны? Да, да, да. Со всей страны. Из Питера есть. Ну, в общем, из разных мест. Потому что театр популярный. Я вот приезжаю, когда в Москву, в Щуку и говорю, что я из Красного факела, из Новосибирска. Многие не знают, где Новосибирск, но слышали, что такое Красный факел. А вот эти вот будущие актеры Красного факела, эти 4-5 человек, они на что рассчитывают? Какой материал они готовы привнести с собой в этот театр? Есть какая-то сверхзадача перед ними стоит? Они должны обновить вот в этом направлении Красный факел. Но сейчас вообще трудно говорить, поскольку Андрей Михайлович еще не приступил к работе. Поэтому вот в работе как бы все понимается, куда ведет режиссер нас, куда нас художественный руководитель, куда нас направит. Поэтому в работе это будет понятно. Они должны быть подвижны, они должны быть талантливы, они должны быть готовы к работе, к любой работе. Ну и, конечно, обладать какими-то техническими, какими-то профессиональными, снабжены каким-то оружием, каким-то, в общем. И несмотря на массу заявок, еще имеет смысл попытать счастье? Конечно, конечно, да, конечно. Вот я еще раз говорю. Середина июня? Середина июля, окончая по закрытии, после закрытия сезона, мы три дня специально будем посвящать этому, я думаю, каждый день с утра до вечера будем смотреть. Про курс. Про курс. Нашим. Про курс. Театральный институт. Это старая такая традиция краснофакельская. В общем, всегда, ну не всегда, но время от времени возникал еще со времен там, да еще до веры полны Редлих, наверное, еще с 30-х годов. Я, когда работал в Барнауле, у меня был коллега один старенький такой актер, которому уже было 90, Самохова Алексея Николаевича, он в 37-м году поступал сюда, к вере полны Редлих, всегда рассказывал, как это здорово, какая тут такая своя атмосфера краснофакельская. Актеры краснофакельские преподают как бы свою школу. Это очень важно, потому что вот в московских театрах, там вот вахтанговские театры, это щука. И, в общем, вахтанговские театры, то есть как бы в каждом театре есть как бы своя школа, так скажем, да. А в провинциальных театрах актеры набираются из разных театральных училищ. И, в общем, такая разношерстность как бы существует, а это, я думаю, что создаст как раз вот такую монолитность, какой-то, свой какой-то взгляд на и на актерскую профессию, и на театр в целом. В общем, я думаю, что это интересно. Поэтому вот было принято решение набрать курс в театральном институте при красном факеле, которым вот... Под руководством Константина Терехова. Под руководством Андрея Михайловича Прикотенко, на котором я буду преподавать и не только я, но и другие актеры красного факела. Это заставляет молодых артистов быть в какой-то степени эхом. Вот мастеров, которые преподают от имени красного факела. Ну, да, я думаю, что... Они же понимают, что если я буду, ну, почти таким же, наверное, попаду. Это очень важно, да, очень важно, потому что театр вообще как бы передается, так скажем, из уст в уста, из рук в руки. Его не прочитаешь в книге, не сдашь экзамены и не получишь профессии. Это надо, это вот так вот тактильно это все надо передавать эмпирическим таким путем. Вот это вот правильно, а это неправильно. Вот это вот сюда двигайся, вот в этом направлении. А тебе нужно вот это. Ну, в общем, вот это такое рукотворное дело. Поэтому очень важно, что при театре, мне кажется, это здорово, при театре возникает курс. Тяжелый путь, актерский путь. Я вижу, как мои друзья уже в моем возрасте иногда понимают, что как-то не так сложилась жизнь, как хотелось бы ее сложить, будучи музыкантом или артистом. От природы. И когда мы сравниваем друг друга на самом старте, в момент поступления в институт, например, в театральный институт, и я сейчас смотрю на нынешнее поколение, мне кажется, эти люди могут быть успешными совершенно в любом направлении. Они прекрасно поют, хорошо держатся, замечательная память, энергичные, в хорошей физической форме. Но вот это решение, оно же принимается раз и навсегда. У Константина Телегина был когда-нибудь вопрос уже после первоначального выбора, а актер ли я, вдруг я кто-нибудь еще? Конечно, да. Но тут можно на эту тему размышлять очень много. Это каждый раз по-новому. Каждый раз ты встречаешься с новым материалом, каждый раз, на каждой премьере происходит проверка. Каждый раз, поэтому актер должен всегда быть в форме, ну как и музыкант, в общем, должен обучаться все время. То есть ты всю жизнь должен быть в тренинге все время. Очень кропотливый труд на самом деле, и поэтому и всех, кто поступает, идет в эту профессию, все должны понимать, что это, как правило, у людей, приходящих в театр, неправильное представление о театре, но как бы с той стороны. А это очень трудоемкий, пыльный труд, каждодневный, но очень интересный, очень увлекательный, очень увлекающий. Поэтому тут надо просто себя с головой погружаться в эту работу. И мне, как педагогу, я понимаю, что это тоже какой-то новый период в моей жизни. Вот. А что касается сомнений, ну это необходимая вещь. Просто художнику актерской профессии, это все-таки, я считаю, что это вид искусства. И это потому, что у него есть свое творческое отношение к профессии, он не просто ремесленник. Эти сомнения сопутствуют всегда, и они необходимы. Чтобы расти, ты должен достичь какого-то уровня, порадоваться этому, потом засомневаться, потом расстроиться, огорчиться и дальше двигаться к каким-то новым вершинам. Ну, музыкальные проекты, мне кажется, они же немножко легче, чем вот такие тяжело драматические. И велик соблазн остаться со своим зрителем, который постоянно приходит слушать тебя, как около музыканта или почти музыканта. Нет, все равно прокат спектакля, он все равно одно и то же утомляет. Все время в каждом спектакле стараешься что-то найти новое. Все время что-то новое найти. Ну, в общем, импровизационное существование – это необходимая вещь. Он должен здесь и сейчас, актер, существовать как бы по-новому. Ну, как бы представлять, что он сейчас заново проживает. Тогда актер живой и настоящий. Тогда он интересен зрителю. Поэтому и ходят по нескольку раз на один и то же спектакль. Да, потому что если это хорошие актеры, хорошо сделаны спектакли, он каждый раз проходит по-новому. В этом как бы изюминка театра – это не кино. Но рано или поздно проходят сто спектаклей. Все равно как бы ты становишься взрослее у тебя. Докапливается усталость. Ты становишься уже по-другому, смотришь на вещи. Морально как-то устает. И спектакль устает, и ты уже. Тебе, в общем, нужно расти все время. Нужно все равно каждый раз что-то новое. Это не всегда комфортно. Но, как сейчас говорят, из зоны комфорта. Молод из зоны комфорта. Если подвести итоги, мы же в самом финале театрального сезона находимся. Если подвести итоги этого сезона, на какие высоты, какие названия, какие события заставили подняться Константина Телегина? Ну, вот. Я, значит, в этом году поступил в Щуку. Съездил на сессию. Провел там целый месяц в Москве. До этого я поставил спектакль в Первом театре. Это серьезный такой шаг. Да. Прощание в июне. Я всех приглашаю. Это такой музыкальный спектакль. Ребята своими силами как-то так вполне убедительно играют и поют. Я сначала сомневался, а потом... Ну, нехорошая атмосфера. Они просто какой-то свежестью своей восприятия театра. Они тебя заражают, как режиссера. И сами все время что-то от тебя, от себя все время что-то нового. Отпитывают. Да. В общем, я приглашаю на спектакль. Что еще? Об актерских реализациях. Об актерских. Ну, вот мы продолжили работу с Дмитрием Егоровым. Сделали «Смерть Тарелкина». Это тоже был довольно интересный. Интересный спектакль получился. Я думаю, что не хуже, чем предыдущее дело. Даже более интересное в каких-то местах. В каких-то вещах. В каких-то аспектах. Ну, и планы на лето, набор нового курса. Ну, в общем, как бы так все движется, все развивается. О творческих планах, если спрашивать, ну, традиционный же вопрос. Есть список названий, в которых точно хотелось бы поучаствовать и до сих пор еще не удалось? Ну, что касается актерской профессии, у нас, видите, как устроен театр репертуарный. Приезжает режиссер, он смотрит на труп и говорит, я хочу вот работать с этим, с этим, с этим, с этим. Актер, как правило, то есть он... Ну, то есть это его обязанности, он работает. Бесправен. Да, бесправен в этом смысле, да. То есть, вот что тебе дали, то и любит. А что касается режиссерских планов, то я надеюсь что-нибудь сделать. Пока не буду так говорить особенно. Но область моих интересов это русская классика, советская драматургия. В общем, я что-нибудь обязательно предложу театру. Ну, и вампилов еще не охвачен, да, в полной мере. В общем, буду что-то искать, что-то предлагать театру. Тогда увидимся в театре «Красный факел». У нас масса поводов прийти в наш любимый театр, повстречаться с любимыми актерами. И очень скоро уже увидеть в составе привычные трупы новичков. Да. Которые внесут совершенно новую струю, творческую струю в привычную уже. Спасибо. Линию «Красного факела». Я напомню, что у нас сегодня в гостях Константин Телегин. Актер и теперь помощник художественного руководителя театра «Красный факел». Меня зовут Антон Веселов. Это программа «Свои люди». Обязательно еще увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok